И вкусно, и полезно. В Волжском начала работу ярмарка меда. Свою продукцию волжанам предлагают пчеловоды из Новоанинского района Волгоградской области. Его собирают по крупинкам, продают килограммами и с удовольствием кушают ложками. И лакомства, и лекарства одновременно. На открывшейся в Волжском ярмарке меда урожай уже нынешнего лета. Мед качали несколько дней назад. Причем для многих участников ярмарки пчеловодство – дело потомственное. Сначала отца старший брат, у нашего дедушки учился пчеловодство, потом дядя Ваня старший брат занимается, потом отец начал заниматься, братья, и вот так вот потихонечку занимаемся все. Технология производства меда, можно сказать, незыблемой. Она сложилась столетия назад. Самое сложное, говорят пчеловоды, это качевки. Чтобы получить мед разного вкуса, приходится перевозить пасеки. У большинства они мобильны. Пасеки здесь кочевые. Все кочуем. Адыгея, Ростов, Краснодарский край. За качество мы отвечаем, значит, ну. Мед у нас сертифицированный весь, проверенный здесь. Волжское проверяло. Проверенный, вкусный и полезный. Меда, разнотравья, гречишный, липовый, дониковый. Вкус – дело сугубо индивидуальное. А вот при какой болезни может помочь тот или иной сорт меда, расскажут сами продавцы. Акация, он характерен тем, что он, в отличие от остальных сортов меда, он не кристаллизуется. Практически круглый год стоит в нем, мало сахарозы. И он единственный мед, который можно есть с валяющим диабетом. Мед, золотистый и сладкий, всегда был на устах у человечества. А в древние времена он и вовсе считался пищей богов и был символом благополучия и счастья. В современном мире мед – абсолютно доступный продукт. И у хозяек существует немало рецептов любимых блюд, где мед играет не последнюю роль. В производстве что-нибудь, выпечки какой-нибудь, мед добавляется. И в торты медовик, например, рыжик, тоже там он медовый. И под птицу хорошо идет? Ну, вообще-то везде. Там сбитни разные бывают разные. Звары тоже из меда. Я очень люблю мед. И всегда его покупаю. Потому что без меда просто невозможно. С чаем от простуды. И просто вечером на ночь пью всегда теплую воду с медом. Прекрасно, да. Да, она ее успокаивает. И как-то организм просто требует. Ярмарка меда в Волжском будет работать до 10 июля включительно. Она расположилась в 24 микрорайоне. Кстати, в день закрытия ярмарки состоится розыгрыш сладких медовых призов. В нем могут принять участие все, кто совершил покупку.